всем привет всех с новым годом сегодня не будет воды сегодня будет очень простое простое видео шесть ступеней для того чтобы сделать качественную фотографию черно-белом варианте ну или в тонировом я не буду здесь рассусоливать все долго тем кому понравится видео можно будет снять продолжение разобрать каждый отдельный момент работы в фотошопе съемка кадрировка дровка выбор сюжетов это все на моем канале вы можете увидеть подписаться на него если интересно ну и следить за моими экспериментами представим такую ситуацию что вы сделали уже кадр и связи с тем что тенденция к спросу на черно-белые фотографии на фотографии в тонированном виде она растет геометрическом виде об этом я снимал видео и тренды двадцатого года 19 сепия и различные оттенки ну а здесь мы разберем простой вариант как этого добиться с помощью простых шести шагов и так вы получили уже результат фотографии уже есть на карте что с ними дальше делать понятно что вы это можете обработать современными способами даже на телефоне сейчас с помощью таких аксессуаров можно переносить это на iphone я работаю много лет уже с айпадом так вот про поэтому переносим фотографии ну и дальше начинаем работать первое чего мы начинаем первое это кадровка это кадр что это понятие это понятие ограничение конечного результата вашего кадра вы должны обрезать таким образом или не обрезая снять чтобы это было интересно об этом можно посмотреть видео про золотые сечения про композиции и достаточно много в интернете поэтому первую ступень которую я бы обозначил это еще раз это кадр вы обрезаете исходя из тех принципов которые заложены в композиции второе это стиль переоттенок что в это понятие я вкладываю это выбор не фильтров а и потому выбор именно стиля в котором вы будете работать монотония это классическая черно-белая это может быть инфракрасная фотография или ее варианты и работа с тонированными вариантами это сепья и и оценки ну и другие варианты пример черно-белые фотографии или фотографии которые выполнены стиле сепья тональности сепья тоже сепья с элементы пикториализма снята на длинных вытяжках в движении с камерой наверняка видели сюжет где я это делал это тоже тональная фотография на выполнена в сером цвете но здесь центральная часть лист он выполнен сепья еще один пример терроризма в черно-белом варианте тоже фотографии выполнена в черно-белом варианте не тонирована здесь как раз можно посмотреть примеры обрезки изображения третье третье после того как вы выполнили уже определились с оттенками вы работаете со светом могу так сказать в целом можно все понятие работы с белыми составляющими фотографиями а черно-белые фотографии это грубо говоря градации серого от ранее яркого черного белого до самого темного черного поэтому работа со светом включает себя работу с белыми участками меня могут поправить что это связано с контрастом кто-то начинает с контраста делать кто-то с яркости кто-то я предпочитаю работать с экспозицией комплексировка экспозиции если неправильно сделано и регулировка ярких 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 частей снимка так скажем ну не трудно догадаться что четвертым является тень это работа с тенью соответственно здесь и работа с тенью работа с черным фоном необходимо сделать таким образом чтобы не пропадали у вас детали в тенях в зависимости от вашего стиля работы фотографии вы выбираете делать это более насыщенной более контрастную фотографии или наоборот мало контрастную которую я люблю ну и пятое это работа с деталями здесь поле благодатная для многих любителей техники разрешение всевозможных не случайно мой канал который я веду моя страница фейсбуке называется лова резолюшн фотографии то есть опыт работы в соцсетях опыт общение с людьми которые занимаются фотографии показал что разрешение детали это последнее на что следует обращать внимание в конечном результате поскольку главная фотография все-таки сам сюжет и ваши ваши видения этого сюжета ну я это поставил на пятый раз на 5 место почему потому что это включает себя и работа с резкостью в том числе и повышением резкости небольшой степени или наоборот размытию если такие приемы них я подробнее расскажу это тот стиль которым я последнее время стала работать тоже пикториал пикториализм который размывает границы и этим самым концентрирует внимание людей которые смотрят фотографии на конкретном объекте приемов очень много работы но соответственно я вы назвал об на детали потому что они могут быть резки и не резки завершающим шестым этапом является помещение фотографии в рамку причем это имеет отношение только к оформлению работ которые вы будете распечатывать или показывать их в соцсетях соцсетях тоже это имеет значение отдельно мелко я написал лого логотип почему потому что это сейчас важно поскольку людей владельцев фотоаппаратов очень много фотографов значительно меньше и многие из людей которые не имеют ни фотографии не опыта они могут использовать ваши фотографии для каких-то своих целей поскольку умная система современные в соцсетях и в других они уже научились распознавать фотографии объекты ну и соответственно логотип они тоже распознают поэтому несложно будет доказать или уличить или наоборот поздравить человеку которого есть логотип по логотипу узнается автор вот и все 66 ступеней простых надеюсь я не утомил смотрите мои видео подписывайтесь на канал увидимся ПОДПИСЫ ПОДПИСЫ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...